МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопрос из уст воспитателя, ответ на доске. Правда, в нескольких вариантах. Задача ребенка – продумать, решить и нажать электронным фломастером. Мультимедийные технологии в Ёжкаролинском детском саду номер 12 уже второй год внедряются. Такие занятия не только динамичные, но и наглядные, применяя информационные технологии. Воспитатели дают возможность самим детям стать активными участниками процесса обучения, творцами. Впрочем, все это не просто осваивание определенных навыков, а особый инструмент оценивания. Вступивший в силу дошкольно-образовательный стандарт не позволяет оценивать достижения детей. Таким образом, оценивание происходит уже непосредственно условие в детском саду. Какая предметная среда в группе? Во что играют дети? Что позволено, что запрещено детям? Как общаются с ребенком? Свой опыт этот детский сад передает коллегам в рамках мастер-классов и Всероссийской научно-практической конференции. Педагоги понимают, их задача повысить интерес детей к обучению и сделать его более продуктивным и соответствующим современным требованиям. Поэтому единую информационно-образовательную среду активно создают и в школах. Как это сделать функционально, рассказали молодые ученые Мариел, преподаватели Волготеха. Очень сложно вовлечь обучающихся. А поскольку они привыкли к яркой картинке, они привыкли к яркой картинке в интернете, они привыкли к яркой картинке в телевизоре, в рекламе, то нам, тем, кто преподает и учит, нужно эту яркую картинку тоже переносить, переносить ее в аудиторию. Мы показываем два инструмента. Один называется «Лекчеррейсинг». «Лекчеррейсинг» — это инструмент проведения презентаций и опроса с выведением результатов. То есть можно устраивать такую гонку на занятии, когда сразу же учащиеся даже со своих гаджетов, смартфонов, планшетов могут отмечать правильные ответы, а преподаватель затем говорит, какой ответ действительно был правильный, и в конце подводятся итоги. То есть занятие превращается в игру сразу же. А второй инструмент — это prezi.com. Это сервис, который позволяет создавать красивые презентации, причем это можно даже делать вместе. Среди участников педагогической конференции лицом к лицу и учителя с большим стажем, и те, кто только начинает свой профессиональный путь, педагоги со всей России говорили об информационной безопасности детей, независимой оценке качества образования и о проблемах электронного обучения. И напомнили, если педагогу не хватает интересных идей, в ход должно идти нестандартное креативное мышление. Обсуждаем только точечно, что именно использовать. Не переборщить, не перенасытить этим, а сделать так, чтобы действительно этот инструмент был помощником в образовательном процессе. Новая модель воспитательного пространства может иметь и специфические особенности, которые напрямую зависят от творческого почерка руководителя, родительского заказа, кадровых ресурсов и материальной базы. Меж тем, именно успешная социально адаптированная среда может стать основой неординарности мышления человека в зрелом возрасте.